8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 9.00 столица Казахстана. 10.00 столица Казахстана. 10.00 столица Казахстана. 10.00 столица Казахстана. 11.00 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 столица Казахстана. Поднимать, открывать свой бизнес. Это сложно, когда слишком высокие налоги, поэтому помощь нужна. Правильно это так. Если налог будет поменьше, тогда и предпринимателям будет удобнее насчет этого. Как-то будут свои товары более качественные, чем завозимые из зарубежья. Если какой-то малый бизнес, мне кажется, да. Если какой-то, в принципе, огромный бизнес, то, мне кажется, особой роли не сыграет. Все равно очень сильно душат малые бизнесы и никакого развития особого такого нет. А крупные корпорации, они, естественно, развиваются, потому что оборот денег намного больше. Необходимые изменения по налоговой амнистии будут учтены в рамках соответствующего законопроекта до конца этого года. К слову, впервые налоговая амнистия в нашей стране проводилась в 2001 году, вторая в 2006, а третья в 2014. По словам главы государства, они дали положительный результат. По официальным данным, в результате первая легализована свыше 480 миллионов долларов, а вторая около 472. Нынешняя амнистия станет четвертой в истории Казахстана. Ожидается, что она будет эффективна и сможет оказать существенное влияние на развитие экономики страны. Морала Манжолова, Марадихамбаев, Ерзат Зайдхан, Астана, Хабар, 24. Между тем, президент поручил повысить пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч месячных расчетных показателей. Это более 120 миллионов тенге. Отмечу, уголовное преследование в отношении юридических лиц могло быть начато при задолженностях выше 20 тысяч МРП. По словам президента, все эти меры позволят снизить налоговое бремя и бизнес получит возможность начать работу с чистого листа. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, там и идет взятки, там и идет нарушение. И экономика находится в тени. Не платят налоги ни в пенсионный фонд, ни в социальные фонды. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за три года. Налоговое амнистия – хороший стимул для казахстанских бизнесменов. А продление программы «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года – отличная возможность для начинающих предпринимателей. Казахстанцы поддерживают направление послания главы государства. В рамках программы ежегодно правительство будет выделять не менее 30 миллиардов тенге. Президент в своем послании поднял очень важные вопросы. В частности, это дальнейшая поддержка бизнеса. Хорошо, что государственная программа продлевается. С начала года объявляется налоговое амнистие для бизнесменов. Я думаю, это хорошее поощрение для предпринимателей. Ведь развитие малого и среднего бизнеса гарантирует развитие экономики страны. Защита бизнеса в приоритете профильных органов страны. В послании президента указано сократить теневой оборот в экономике. Уже через несколько месяцев обновятся нормы для МСБ. Об этом готов рассказать заместитель директора палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов. Доброе утро, Айтуар. Спасибо, что согласились в то ли ранний час ответить на наши вопросы. Итак, судя по комментариям предпринимателей, после послания они вздохнули с таким облегчением. Уже через несколько месяцев вступит в силу налоговая амнистия. Насколько велика сумма штрафов на сегодня у МСБ и как будет вестись контроль за исполнением нормы? Доброе утро, очень интересный вопрос. На самом деле налоговая амнистия не впервые проводится в Казахстане. Ранее мы помним, в 2015-2016 году проводилось уже налоговая амнистия. И тогда было списано порядка 180 миллиардов суммы штрафов и пеней. В этот раз эта сумма будет, думаю, выше. И списание этой суммы позволит предпринимателям заново, с нового чистого листа начать свой бизнес. При этом предприниматель не освобождается от уплаты самих налогов, а лишь освобождается от уплаты штрафов и пеней. Зачастую бывает так, что эта сумма штрафов, она даже выше, чем налоговые обязательства. Поэтому мы полагаем, что, как и ранее, будет введена специальная критерия для малого и среднего бизнеса. Вот в предыдущие налоговые амнистии не подпадали 300 крупнейших компаний, а также компаний-недропользователей. В данном случае также глава государства четко отметил, что налоговая амнистия будет применена в отношении именно малого и среднего бизнеса. И контроль за этим будет вестись уполномоченными государственными органами. И мы надеемся, что все будет проведено удачно, и бизнес вздохнет с новыми силами и приступит к новым вершинам покорения новых вершин. Айтуар, расскажите, президент сказал, что планируется повышение порога применения уголовной ответственности именно по налоговым нарушениям. Скажите, не повлечет ли это еще больше нарушений в бизнесе? На самом деле нет. Это в большей части касается только крупного бизнеса, потому что пороговые значения довольно высокие. То есть сейчас это 20 тысяч МРП, порядка 50 миллионов тенге. А в будущем планируется увеличить пороговые значения до 120 миллионов тенге 2,5 раза. Крупный бизнес ежедневно сталкивается с такими оборотами, что один инвойс может превысить эту сумму, и главный бухгалтер и генеральный директор компании всегда встревожены насчет уголовной ответственности. И уголовная ответственность – это именно грубый метод наказания. Во всех продвинутых странах наказывают карманом, то есть денежными штрафами. Глава государства четко отметил, что несмотря на увеличение порогового значения будет увеличен штраф за налоговые преступления. То есть нельзя оценивать это так, что будет увеличено количество преступлений. На самом деле это не так. Мы полагаем, что это наоборот повлечет упрощение ведения бизнеса для крупных предпринимателей, которые приносят больше всех налоговых платежей. Мы вот так оцениваем ситуацию. Не зря есть такая фраза в мире «смерть и налоги». Спасибо. С нами на связи из Алматы был заместитель директора палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов. Тем временем названы главные препятствия для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. Для этого был проведен региональный опрос предпринимателей, где респонденты оценивали перспективы для своего дела. С результатами анализа нас познакомит наш экономический обозреватель Зарина Бесембина. Доброе утро, Зарина, слово тебе. Спасибо, Арестан. Обо всем расскажу через пару секунд. Эфир продолжает деловые новости. Рейтинг главных причин, которые тормозят развитие бизнеса в Казахстане, подготовил Форбс. В нем говорится, что в этом году предприниматели особенно остро ощутили на себе нестабильность банковского сектора. На рост кредитования и восстановление устойчивости банков в этом году бизнес не рассчитывает. Вторым негативным аспектом, на который указывают бизнесмены, является коррупция, низкий уровень доверия к судебной системе и правоохранительным органам. Более 30% опрошенных бизнесменов полагают, что в этом году их доходы будут ниже, чем в прошлом. К примеру, предприниматели от Ираусской области отмечают небольшое снижение спроса на их услуги и продукцию, но все же надеются на оживление рынка осенью. В числе проблем также отмечают неэффективность господдержки и низкую квалификацию кадров. В западно-казахстанском регионе, напротив, отмечают небольшой рост промышленности и сельском хозяйстве, а также высокий уровень господдержки в виде грантов и субсидий. Однако спрос на продукцию там все-таки тоже считают низким. В Акимате полагают, что наиболее динамично текущий год завершат строительство и транспорт. Оптимистичны в своих прогнозах на 2018 год лишь предприниматели Алматы и Астаны. Они ощущают рост покупательского спроса как у населения, так и у госсектора по сравнению с 2017 годом и увеличение инвестиций в предприятия несроевого сектора. А вот предприниматели Актюбинской, Жамбылской и Кустанайской областей полагают, что показатели текущего года будут ниже, чем в предыдущем. А традиционные бизнес-секторы с экономической точки зрения просядут. Впрочем, ситуация вскоре может измениться благодаря новым программам и проектам. К примеру, в Астане начала работу служба спасения бизнеса. Теперь получить консультацию или остановить незаконную проверку для представителей малого предпринимательства можно, обратившись в контакт-центр 1432. Проект запустила Национальная палата предпринимателей. Атамикен, служба спасения, работает для бизнесменов в самых разных областях, начиная от общественного питания до торговли и сферы услуг. Тем временем в Кустанайской области растет доля проблемных кредитов. По словам представителей Национального банка, за год в регионе выдали займов на 11 миллиардов тенге. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. При этом растет и просроченная задолженность по всем кредитам. Сумма составила уже 20 миллиардов тенге. Однако при этом в сфере кредитования Кустанайской области сохраняются положительные тенденции. В реальном секторе активно кредитует промышленность. Там наблюдается рост на 29%, в сельском хозяйстве на 36% и в сфере торговли на 35%. В розничном кредитовании также можно отметить положительные моменты. По-прежнему сохраняется высокий спрос на потребительские кредиты. С января по август этого года выдано 57 миллиардов тенге. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Ипотечный портфель банков Кустанайской области вырос за год почти на 8 миллиардов, с 28 до 36 миллиардов тенге. И к другим темам. Американское рейтинговое агентство HomeAchNet провело исследование, сколько денег туристы потратили, посещая разные страны мира в прошлом году. Казахстан с 2 миллиардами долларов занял 78 место в рейтинге стран, заработавших на въездном туризме. Из республик бывшего Советского Союза больше всего денег туристы оставили в России. Сумма составила 9 миллиардов долларов. Следом идут Закавказские республики, Армения, Азербайджан. Там иностранцы оставили по 3 миллиарда. Всего же в прошлом году туристы на свои путешествия потратили более 1 триллиона долларов США. 16% от этой суммы заработали Соединенные Штаты Америки. Далее в лидерах расположились Франция, Испания и Таиланд. И в завершении выпуска информация о курсе валют. Средневзвешенный курс доллара по итогам последних торгов составил 373 тенге 71 тиин. Такой курс, отмечу, держится уже третий день подряд. Это была вся информация. К этому часу, Арестан, эфир снова твой. Что ж, информация достаточно оптимистичная. Спасибо. С новостями экономики нас ознакомила Зарина Бесембина. Редактор субтитров А.Семкин Как Франция смотрит на выход Англии из Евросоюза? Об этом не только в программе «Между строк». Инструкции на случай худшего сценария. Французское правительство рассматривает гипотезу о выходе Великобритании из Евросоюза без мирового соглашения и изучает его последствия. Материал для издания «Монт» подготовили журналисты Бертран Бесюэль и Патрик Роже. «Лучше предполагать самое худшее и грешить излишней предосторожностью, чем быть застегнутым врасплох в марте», пояснили в резиденции французского премьер-министра. Отчет времени ведется до 29 марта 2019 года, когда Великобритания должна покинуть Евросоюз. С соглашением или без него. И тогда надо быть готовыми к любым ситуациям, говорится в статье. В начале октября на рассмотрение Совета Министров был представлен законопроект, поданный министром иностранных дел Жан-Ивом Ледрианом и ответственным министром по европейским делам Натали Луазо. Законопроект наделяет правительство правом принимать инструкции о необходимых мерах, передают журналисты. Цитата. «Одна часть нашего руководящего центра работает над переговорами с тем, чтобы они привели к положительному результату, а другая часть готовится к выходу с учетом двух гипотез – соглашением или без соглашения», сообщили в резиденции премьер-министра Франции. Монд напоминает, если британский парламент не ратифицирует это соглашение до 29 марта, то, начиная с 30 марта, в Великобритании будут применены правила, как к стране третьего мира. Тогда план выхода из худшего сценария поможет ответить на ряд сложных вопросов. Каков будет статус британских граждан, проживающих во Франции? Как сделать так, чтобы эти люди в одночасье не лишились прав на социальную защиту? В заключение авторы статьи со ссылкой на французское министерство иностранных дел пишут – отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение. Представители Европейского Союза обвиняют Италию в нарушении взятых ранее обязательств по снижению задолженности одной из самых высоких в ЕС, передает Евроньюз. Также страна не сумела сократить дефицит бюджета до запланированного уровня в 1,6%. Все это привело к распродаже итальянских активов на финансовых рынках. Правительство Италии планирует изменить проект госбюджета, вызвавший гнев в Брюсселе, отмечает телеканал. Цитата. Власти готовы сократить дефицит до 2,2% ВВП в 2020 году и до 2% в 2021. За счет изменения параметров бюджета коалиционное правительство пытается найти средства для выполнения своих дорогостоящих безвыборных обещаний, передают итальянские СМИ. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предположил, что Италии может угрожать финансовый кризис, подобный тому, который пережила Греция. А в руководстве Италии, в свою очередь, утверждают, заявления и действия Еврокомиссии направлены против экономических интересов государства. Корреспондент Евроньюз Клаудио Лаванга подводит итог. При помощи этих препирательств итальянское правительство хочет достичь двух целей. Во-первых, получить возможность возложить вину на Европейский Союз, если власти не смогут профинансировать свои обещания. А во-вторых, подогреть антиевропейские настроения. Все это в преддверии выборов в Европарламент может укрепить позиции движения Пятизвезд и Лиги Севера, входящих в коалицию. Битанское национальное агентство по борьбе с преступностью впервые применило новый инструмент разоблачения экономических преступников. Financial Times поясняет, ведомство использовало правовой механизм ордер на богатство неустановленного происхождения в отношении частного лица. Оно потребовало назвать источник средств на покупку элитной недвижимости в Соединенном Королевстве на сумму 22 миллионов фунтов или 28,5 миллионов долларов. Ордер на состояние неясного происхождения получила жена бывшего председателя банка в одной из стран за пределами Европы, который был осужден за мошенничество и крупное хищение средств. Ответчица не смогла оспорить предписание. Высокий суд Лондона вынес решение в пользу агентства. В Британии преподаватели оплачивают питание детей из бедных семей, сообщает Huffington Post. Исследование, проведенное крупнейшим профсоюзом GMB, содержит ответы 4600 сотрудников школ. Оказалось, каждый десятый сотрудник приносит еду из дома, чтобы накормить голодных детей. Многие ученики посещают школу не позавтракав и не имеют денег на еду во время перерывов. Также учителям часто приходится покупать книги за счет собственных средств, так как не всем хватает библиотечных учебников. Цитата. Не верится, что в одной из самых богатых стран мира ученики приходят в школу голодными. И в это же время правительство сокращает бесплатные школьные обеды. Голодные дети не могут эффективно учиться, что ставит под угрозу будущее целого поколения молодых людей. Это скандал. И только правильное финансирование наших школ может дать детям образование, которого они заслуживают. Заявил Карен Леонард, сотрудник Национального профсоюза GMB. Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро тем, кто только что присоединился к нашим экранам. Полицейские страны готовятся ко всеобщей переаттестации. По ее итогам службу в органах продолжат только лучшие сотрудники. На сэкономленные средства им повысят заработную плату. Будут решать вопросы обеспечения жильем. Все это инициативы главы государства озвучены в послании. В дорожной карте по модернизации органов внутренних дел будут отражены новые стандарты кадровой подготовки, а также внедрен новый формат работы с населением. Президент отметил, что казахстанское общество уже давно ждет изменений в правоохранительной системе. В первую очередь это касается полиции, работа которой со временем будет переведена на сервисную модель. Сколько юристов, выпускников ребят ходят. Надо их, образованных, взять. Полицейская академия на Западе за 6 месяцев готовит полицейского. Выпочит простым приемом, закону, как обращаться человеком. Дать хорошую зарплату эти юристам, и они будут работать. Полицейский должен стать защитником народа, отметил в послании народу Казахстана глава государства. Реформе правоохранительной системе должны помочь новейшие цифровые технологии. Процесс цифровизации полицейской службы в стране ведется уже не первый год. Хороших показателей в этом деле добились Павлодарские стражи порядком. В регионе одними из первых освоили передовой опыт зарубежных стран. Ербол Абишев продолжит тему. Три года назад полицейская служба Павлодара реализовала пилотный проект. Сотрудники начали выполнять функции универсального полицейского. Такой формат позволил оптимизировать работу сразу нескольких служб. В результате в разы улучшилась криминогенная обстановка. Теперь стражи порядка должны еще ближе работать с населением, защищая права граждан, поручил глава государства. Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Кто это не пройдет, только лучшие должны остаться, остальные уйти и набрать новых людей после аттестации. В-третьих, будут внедрены новые современные форматы работы с населением. Кардинально изменены критерии оценки полиции. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Полицейский нового поколения должен быть как персонаж из мультфильма «Дядя Степа-милиционер». Добрым, отзывчивым, готовым прийти на помощь в любую минуту. Причем соблюдать и уважать законы страны нужно учить со школьной скамьи. Тесное и живое общение сотрудника полиции с детьми – главный успех в работе школьного инспектора, говорит лейтенант полиции Батырбек Елемес. Третий год он работает в школе, где ни один ребенок не состоит на учете ОДН. Камера видеонаблюдения, безусловно, помогает инспекторам, также учителям смотреть территорию школы в первую очередь. Есть ли там посторонние лица, которые ходят на автотранспорт, который стоит, не установленный на территории школы. Также является психологическим воздействием, наверное, камеры для школьников. Нельзя убегать со школы и так далее. Цифровизация полицейской службы отражается на криминогенной ситуации в целом. Камера видеонаблюдения сейчас верный помощник полиции. В Усоцком микрорайоне Паладара создана территория безопасности. Крупный жилой массив с 20-тысячным населением оснащен почти 500 средствами видеофиксации. Кроме этого, за счет внедрения цифровых технологий, участковые инспекторы полиции знают жителей. Если не в лицо, то персонально каждого. Электронный журнал помогает так, что, допустим, можем в любое время зайти в этот журнал и узнать, сколько в данной квартире, сколько человек. Там же также указываются сотовые телефоны, транспорт, имеется или не имеется оружие в данной квартире, кто проживает, на какое время, граждане республиканские или иностранные граждане, которые с временной регистрацией проживают. Электронными средствами пользуются и сотрудники дорожной патрульной службы. Благодаря специальным планшетам удалось до 4 минут сократить время заполнения протокола. Это удобно и для самих правонарушителей. Также исключают коррупционные составляющие. То есть сотрудники полиции сразу моментально составляют протокол. Этот протокол вносится в единственный реестр административных протоколов и регистрируется в базе моментальным образом. Еще полицейские оснащены светодиодными модулями, жетонами видеофиксации, а недавно появились даже полицейские беспилотники. Такими квадрокоптерами сейчас оснащают районные отделы внутренних дел. Техника передовая и эффективно действует в раскрытии преступления, особенно по фактам кражи животных. Есть еще одно преимущество. Беспилотный летательный аппарат позволяет отслеживать оперативную обстановку во время массовых мероприятий. Гербулавишев, Самат Аспанов, Алексей Мельницкий из Павлодара, Хабар-24. Гербулавишев, Самат Аспанов, Алексей Мельницкий из Павлодара, Хабар-24. Комплекс мер по модернизации судебной системы в Казахстане разработают до конца этого года. Глава государства в своем послании отметил, что за последние годы сделано немало, но пока еще не решена главная задача – обеспечение высокого уровня доверия к судам. Это внедрение электронных сервисов, которые позволят перевести ряд судебных процедур в дистанционный режим, а также качественное обновление кадров. Ранее председатель Верховного суда страны сообщил, что из-за изменений системы отбора за 8 месяцев этого года в Казахстане не приняли на должность ни одного нового судью. И это при том, что было около 10% вакансий. Отбирать судебную систему самых сильнейших юристов поручил президент страны. У нас ежегодно 4 миллиона наших граждан втянуто в судебное развирательство. Сколько сил и средств на это тратится? Должны быть сокращены излишние судебные процедуры, влекущие необоснованные затраты времени и ресурсов. Надо обеспечить качественное развитие и обновление кадров судебной системы. Все время об этом говорим. Создать стимулы, чтобы судьями стремились стать лучшие юристы. Напомню, реформы в этой сфере начались уже в 2016 году. Тогда усилили требования к действующим судьям. Принят новый этический кодекс. Расширены возможности обращения граждан с жалобами в судебное жюри. Введена оценка профессиональной деятельности работников Фемиды. Но и этого еще недостаточно. Ежегодно в Казахстане в судебные тяжбы вовлечены более 4 миллионов человек. В послании сказано, что необходимо сократить излишние процедуры, необоснованные затраты времени и ресурсов и переходить на дистанционные методы. На востоке страны готовы внедрять деятельность судов. Все современные технологии здесь уже принимают заявления в режиме онлайн. В зданиях судов установлены специальные терминалы. Упрощены процедуры приема документов. Но главная задача – это повысить доверие граждан к судебной системе. Это очень важный момент. И президент еще раз повторил о нем, что эту задачу, эту проблему надо решать. Человек должен четко и понятно доверять судебной реформе. Если он доверяет, значит он туда обращается, значит он не боится, значит он спокоен за свою жизнь, за свою семью, за своих близких. На электронный формат планируют перевести около 80% государственных услуг. К 2020 году их доля будет доведена до 90%. По словам президента, эти меры необходимы в рамках борьбы с коррупцией. Глава государства также поручил в ускоренном порядке обновить закон о государственных услугах, где будут проработаны вопросы ответственности руководителей ведомств, сотрудники которых попались со взяткой. Необходимо проработать вопрос повышения персональной дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненных. В то же время честно работающий сотрудник не должен бояться произвола. Как я говорил, боятся подписывать документы. Вот таких страшилок надо ловить. Тем временем внедрение электронного формата в работе государственных и судебных органов поддерживают рядовые казахстанцы. Это позволит повысить прозрачность расследований уголовных дел и снизить коррупционные риски, считают они. 4 миллиона граждан на сегодня втянуты в судебные разбирательства и согласно посланию главы государства на электронный формат в 2019 году будут переведены уже 80% госуслуг. Прозрачность судебных процессов, которая прозвучала послание президента, вызовет больше доверия наших граждан Казахстана. То есть они более будут доверять. Повысит справедливость, снизит коррупционные риски в первую очередь. В принципе, это большой плюс. Увеличится прозрачность, а это самое главное, так как она минимизирует риски коррупции. А в свою очередь в сфере строительства и земельных отношений этого нет. Сейчас особенно касается судебной системы, так как там риски и опасность ошибки очень велика. Поэтому человек должен иметь доступ к своему делу, к любой информации, и чтобы она была доступна в режиме онлайн. И самое главное, чтобы эта информация не могла стереться или удалиться. Пресечь факты незаконного административного давления на представителей малого и среднего бизнеса поручил глава государства на ежегодное послание народу Казахстана. В АКТА уже приступили к реализации проекта защита бизнеса и инвестиций. К примеру, между территориальным департаментом, агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции с 16 компаниями было подписано соглашение об антикоррупционном сопровождении и проектов на общую сумму 410 миллиардов тенге. Создан фронт-офис для обращений и приема жалоб. Это получилось так случайно. Я попал к ним как раз на форум, где подписывались договора. Я это все прослушал. И мне это стало настолько интересно. На сегодняшний день две проблемы решены. Это по коридору прокладки газа и по установке баннера. Снижение прямых контактов госслужащих с населением в рамках предоставляемых услуг поможет в решении антикоррупционного вопроса, говорится в послании. Как ведется работа в этом направлении узнаю у нашего эксперта Марата Башимова. Доброе утро, Марат Советович. Вы как юрист, скажите, насколько эффективно проводится сейчас работа в антикоррупционной сфере? Доброе утро. Вы знаете, надо справедливо отметить, что и экспертное сообщество отмечает, что из года в годы антикоррупционная политика государства повышается на более высокий уровень. Вы посмотрите, если еще несколько лет назад применялись только меры уголовного преследования, то есть репрессивного характера, то сейчас уже увлекается общество. И глава государства постоянно указывает в посланиях и в своих выступлениях должна быть вовлечена сообщественность. Поэтому и в послании было отмечено, используйте опыт Астаны, где вот агентство по противодействию коррупции, Алекс Пепкаев и тогда еще Аким Астаны Осетий Шекесов, вот такой проект, офисный проект сделали, где создали вот этот Астана Адал-Галана, где вот эта общественность, экспертность, ученые активно вовлекаются в сферу общественной контроля. Вот даже последние вот этих мероприятий по противодействию коррупции в детских садах, в колледжах, да, чтобы самое главное финансовое прозрачное, чтобы деньги были, поликлиника номер 10 города Астаны, здравоохранение, архитектура, все сферы. Поэтому вот этот астанинский опыт глава государства предложил взять и в регионах, чтобы активно он использовался. Понимаете, да, когда общество, офисное сознание меняется, когда общество активно участвует в противодействии коррупции, да, это приносит гораздо больший эффект, чем когда, вот, допустим, только меры репрессивного характера. Поэтому с точки зрения экспертов, вот все вот эти вещи связаны с, знаете, бесконтактностью, да, с тем, чтобы вот прозрачность была, да, с тем, чтобы вот комфортность для граждан была. И вот эти все вещи, которые связаны напрямую с гражданином, да, вот эти вопросы, когда решаются, у сознания, вот антикоррупционное сознание у людей становится еще до более высокий уровень, доверяют государству. Ведь, если бы сейчас посмотреть, развитые цифровизации, сами сказали, да, вот цифровизация, пожалуй, интернет, сейчас ничего не стоит по интернету. И вот мне еще понравилось, знаете, агентство, что сделало? Оно вот, сам Шпикпаев открыл у себя, активно использует Facebook. Сейчас вот, в прошлый раз читаю, значит, министр обороны, вот Шпикпаев приводит пример, что Нурлан Ирмикпаев, он, да, он сказал открыто, есть у нас проблемы с коррупцией в вооруженных силах. Поэтому и руководители должны также способствовать, не бояться, как сказал глава государства, и принимать ответственность на себя, и признавать свои проблемы, да, и решать вместе с общественностью, гражданским обществом, средствами массовой информации, вот эти все проблемы, которые связаны с коррупционными проявлениями. Но вывод-то какой? Эффективность государственной политики из года в год она растет. Уже детская скамьера, да, начинается прививать вот эти стандарты антикоррупционной политики. Но это плохо. Понимаете, человек попался на коррупциях, да, коррупционных рисках. Мораль, общество, дети страдают. Поймите, такой он получает гораздо больше ущерба для себя, чем когда бы он спокойно жил, работал, да, и приносил пользу и обществу, и государству, и, скажем так, и своим детям. Вот, вкратце бы я хотел сказать так. Марат Советович, я даже вопроса не могу задать. Вы все, что надо, уже сказали. Если эта система будет работать, как говорится, без каких-то препятствий, я думаю, все граждане и президент будут довольны. Спасибо. С нами на связи был эксперт Марат Башимов. Да. Марк Брюшко каждый день читает газеты страны, чтобы потом рассказать нам о самых интересных новостях. Доброе утро, Марк. Что расскажешь этим утром? Доброе утро, Растан. Ну, расскажу о многом. Обо всем по порядку через пару секунд. Начинаем наш обзор прессы. Начнем с газеты «Литер». В материале, который опубликовали на официальном сайте газеты, материал напоминает о прошедшем бюро Можилийса, на котором обсудили послание главы государства, спикер палаты Нурлан Нигматуллин подчеркнул, что нынешнее обращение президента – это логичное продолжение курса, нацеленного на рост благосостояния населения. Также он охарактеризовал документ как программу действий на десятилетие вперед. Ну, здесь он абсолютно прав. На моей памяти прошедшее послание главы государства было одним из самых продолжительных и самых содержательных. Давайте послушаем, о чем еще говорится в публикации. По масштабу поставленных целей, по заданным темпам изменений, этот стратегический документ не имеет прецедентов, сказал Нурлан Нигматуллин. И все направления послания президента Казахстана станут приоритетами в работе депутатского корпуса и руководством к действию в законотворческой деятельности. А как обстоят дела в других регионах? Ну вот, в других регионах обстоят дела абсолютно, ну, примерно так же, можно сказать, потому что везде послания обсуждают абсолютно. К примеру, Акмолинская правда считает, что закономерно, что блок новых президентских инициатив предусматривает развитие агропромышленного сектора. Вот, к примеру, секретарь Жаркаинского района Маслихат Улбасын Ахметова подчеркивает, что процесс урбанизации не остановить. Сегодняшний уклад аульной жизни во многом зависит от менталитета современных бизнесменов-хозяйственников. Она перечисляет, какие, допустим, крупные крестьянские хозяйства вносят вклад в культурную жизнь в селах сельчан и рассказывает, на что возлагаются сейчас большие надежды. Давайте послушаем, о чем она говорит. Большие надежды мы возлагаем на местную программу по привлечению частных инвестиций для развития животноводства и создания перерабатывающей отрасли, а также рационального расходования средств на освоение современных агротехнологий. На реализацию прорывного курса направлены усилия районного акимата. Особого осмысления требует практическое воплощение понятия экономика простых вещей. Причем подчеркивалось, делать востребованную продукцию можно из собственного сырья своими руками или научиться этому за рубежом. Ну, а вот, к примеру, из Петропавловска приходят не очень хорошие новости. Сейчас объясню. Дело в том, что там пока нет жилья для реализации президентской инициативы 7-20-25. Об этом сообщает корреспондент Петропавловск Ньюс. Реализация программы пошла не так гладко, как предполагалось, говорится, в небольшом материале. Плюс ко всему, сегодня в области принято только две заявки. Ну, почему так получилось и что делать со сложившейся ситуацией, в материале тоже автор объяснил. Давайте послушаем, когда же появится жилье в Петропавловске для того, чтобы реализовывать эту программу 7-20-25. Сегодня есть только две заявки, причем одна из них на покупку квартиры в Астане. Квартиры могут быть приобретены в любом регионе страны, говорит директор североказахстанского филиала Нацбанка. Для решения создавшейся проблемы Нацбанк ведет работу с администрацией области. По информации Диаса Мелса, к концу года в регионе будет жилье по этой программе. Жители северного Казахстана смогут приобретать жилье на более выгодных условиях по сравнению с ипотекой от коммерческих банков. Следующая новость пришла к нам со страниц газеты «Звезда Приртышья». Издание подчеркивает, что Нурсултан Назарбаев поручил правительству и Акимам регионов построить не менее 100 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Все мы прекрасно понимаем, что спорт в жизни человека играет одну из ключевых ролей. Он укрепляет не только физическую силу, но и поднимает духовный тонус с его организмом, по-моему, и помогает нам во многих аспектах жизненных. И вот, тут приводятся слова заведующей спортивным сектором отдела физической культуры и спорта Павлодара Кумисай Айсановой. Она считает, что эта инициатива президента позволит повысить доступность массового спорта и физической культуры. По ее словам, фоки нужно строить в каждом микрорайоне. Правда, я на самом деле не очень представляю, как это все пока будет выглядеть. Когда начнем встретиться и так далее, ну, как она предполагает. Вот она подчеркивает, что они должны быть доступны всем желающим в любое время суток. Ну, с этим я абсолютно тоже согласен. Давайте послушаем, что она приводит в пример и как объясняет свои предложения. В Турции, например, в каждом дворе есть тренажеры. В Павлодаре в прошлом году за счет спонсорских средств установили 42 тренажера для стрит-воркаута. Но этого пока недостаточно. Нужно устанавливать больше таких конструкций. Ну, хочу сказать, Арестан, что очень много новостей, связанных с посланием главы государства. Уже несколько дней в наших СМИ мы можем видеть именно печатных. Это и газеты, и журналы, различная деловая пресса. Естественно, все мы не можем уместить в один блок нашего обзора прессы. Поэтому о самых интересных новостях в продолжении, в следующем выпуске русских новостей. Обязательно вернусь к нашим телезрителям, к тебе, Арестан, и обсудим другие новости. Слово тебе. Спасибо. Будем ждать, Марк. Напомню, с обзором региональной прессы нас ознакомил этим утром Марк Брюшко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжаем информационное утро. Внимание, главы государства! К интересам молодежи прогрессивное направление, считают казахстанские студенты. В послании народу Казахстана Нашултан Зарбаев объявил 2019 год годом молодежи, а также поручил повысить качество подготовки в учебных заведениях, развивать партнерство с лучшими вузами мира и содействовать трудоустройству выпускников. Я поддерживаю послание главы государства. Например, вопрос повышения зарплат педагогов, медиков, госслужащих, работников правоохранительных органов. Это повысит привлекательность этих специальностей среди студентов. К тому же, следующий год объявлен годом молодежи. Я считаю, это отличная поддержка. У нас очень много талантливых молодых людей. Государство создает хорошие условия для молодежи. Это образовательные гранты, места в общежитиях. Проблемой остается поиск работы после окончания вуза. Если университет будет содействовать трудоустройству, как это сказано в послании, это станет отличной поддержкой для нас. Доходы растут, когда человек, трудолюбив, является профессионалом своего дела, получает достойную зарплату или имеет возможность открывать и развивать собственное дело. Эту мысль озвучил президент в ежегодном послании. С ним, согласно молодежи Актау, неправительственные организации города решили вплотную заняться обучением и трудоустройством молодежи. Не так давно был создан клуб ищущих работу. Слушатели курса обучают правильно писать резюме, работать с психологом, помогает выходить на новый уровень и успешно пройти любое собеседование. Президент сегодня не зря говорит о том, что мы должны быть конкурентоспособными. И сегодня, в 21 веке, когда происходит бурное развитие технологий, появляются совершенно новые высокотехнологические производства, молодежь, в первую очередь, будущее страны, должно соответствовать всем тем жестким требованиям и критериям, которые сегодня предъявляются на рынке труда. И очень важно сегодня переориентировать и помогать молодым специалистам, которые вчера закончили университет, повышать свои навыки и свой профессионализм. Сейчас вашему вниманию новости культуры. Далее мы продолжим. В библиотеке первого президента Республики Казахстан состоялось открытие книжной выставки «Столпы духовности». Центральное место в ней занимает коллекция Куранов, которая насчитывает 80 речайших изданий. Большинство священных книг были преподнесены Нурсултану Назарбаеву зарубежными дипломатами в дар. Оформление каждой книги отличается тонкой, ювелирной, художественной и каллиграфической работой. Огромное собрание литературы по религиоведению, по истории всех религий, независимо от их локации, от их этнического, национального, языкового состояния и так далее. И, кроме того, здесь представлены священные книги мировых религий. Здесь, предположим, очень интересно привлечет внимание Тора в специальном окладе. Этот оклад сделал знаменитый, всемирно известный скульптор Франц Майслер из Израиля. Всего экспозиция насчитывает порядка 700 изданий. Выставка «Столпы духовности» посвящена 6-му съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 10-11 октября в Астане. В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка известного корейского гравюра «Ли Чоль Су. Улыбающийся мир». В экспозиции размещены 60 гравюр, которые художник создавал последние 20 лет. Основной идеей данной выставки является показать гармонию между творчеством и духовностью. В своих работах Ли Чоль Су использует технику линий. То есть, создавая линии, он передает цельную композицию. Также использует технологию таким образом, что на белом холсте он рисует обычную тушь. Каждая картина художника дополнена текстом, который передает заложенный философский смысл работы. Экспозиция «Улыбающийся мир» была также представлена в Швейцарии, России. И в этом году она приехала в Казахстан, став частью европейского турне, включающего Венгрию, Испанию, Германию, Францию и Бельгию. Выставка продлится до 24 октября. Центральный государственный музей Республики Казахстан проводит серию мероприятий, посвященных празднованию Дня языков народа Казахстана. В этом году, 5 сентября, было официально утверждено как День языка народа Казахстана. В честь этого события в стенах музея прошла акция «Тарихтамыр тэльгумыр», направленная на популяризацию государственного языка среди представителей других этносов, проживающих на территории Казахстана. В программе мероприятия концертные номера, викторины, конкурсы, презентация программ образовательных, лингвистических центров, а также лекторий с участием ведущих, ученых, языковедов, филологов, преподавателей и студентов ведущих вузов республики. Алматинский ТЮЗ имени Мусрепова свой 73-й. Сезон начал с гастрольного тура, который стартовал в Астане. В столице Трупа дала постановку «Путешествие в мир букв». Постановка очень понятная, очень интересная и интерактивная. Дети отвечают на вопросы и познают новый латинский алфавит. Спектакль проходит очень весело. Наша цель – вывести наш новый латинский алфавит на международный уровень, учить детей начальных классов латиницы. В сказке есть положительные и отрицательные персонажи. Это Жаксыбек и Бузыгбек. А королевством латинского алфавита правит мудрец. В роли неодушевленных предметов выступают буквы, кириллицы и латиницы. Они оживают только, когда разговаривают. Все остальное время остаются без движения, но все видят и слышат. Я исполняю роль положительного персонажа. Он учит детей быть добрыми. Его зовут Жаксыбек. Артисты Алматинского театра юного зрителя после Астаны посетят Казаларду, Шимкент и Талдыкурган. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 10 октября в филармонии имени Жамбыла выступит всемирно известный джазовый аккордеонист Ришаль Галияно. 11 октября в Шимкенте пройдет выступление труппы театра классического балета под руководством Валентина Грищенко. 12 и 13 октября Павлодарский областной театр драмы имени Чехова представит премьеру спектакля «Сори». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И в продолжении новостей культуры в Сеульском районе Гуро прошел международный фестиваль азиатской культуры. В нем приняли участие представители диаспор, проживающих в южнокорейской столице. На сцене звучали китайские, японские, вьетнамские, индонезийские, монгольские и филиппинские мелодии. Нашу страну на фестивале представляли студенты, обучающиеся в вузах Кореи и члены казахского общества «Тамирис». Казахстанцы играли на домбре и танцевали. «Тамирис» был основан в Сеуле в 2012 году. Сейчас в составе этого объединения порядка 50 человек. Они сохраняют и передают своим детям казахские народные традиции и язык. В основном в нашей диаспоре женщины, которые нашли свои половинки именно в Корее Южной. Так как мы являемся казахстанцами, то мы тоже здесь в таких фестивалях, как сегодня, Гуро-фестиваль, мы показываем свои национальные традиции, танцы. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. Информационное утро продолжается. Не пропустите выпуск новостей на казахском языке. С вами был Арстан Балтин. До встречи.